Приветствую вас! В этом видео Олимпиада 2021 в Токио. Настоящий рум-тур по апартаментам Олимпийской деревни. Переживаем за спортсменов. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Ранее Олимпийский комитет России провел мини-экскурсию по апартаментам в Олимпийской деревне, где практически месяц будут жить наши атлеты. Все было бегло в режиме экспресс. Отметили минимализм и, конечно, теперь уже знаменитые кровати из картона. Олимпийская чемпионка-гандбалистка Владлена Бобровникова провела более обстоятельный осмотр жилого пространства. Надо сказать, все не так радужно, а, как сказала сама Владлена, по сравнению с прошедшими играми в Рио, все очень скромно. В апартаментах три или четыре комнаты, соответственно проживает четверо или пятеро человек. Одна большая общая зона, в которой кроме стола и стульев ничего нет. С гигиеной также есть проблемы. Периодически нет горячей воды. При заезде в апартаментах отсутствовали банные принадлежности, гели для душа, мыла и прочее. Кстати, девушкам еще повезло. У них две совмещенных ванных комнаты на пятерых, а вот мужчинам сложнее. Те же четверо-пятеро человек в апартаментах, при этом с одной туалетной комнатой. Владлена сказала, что она человек неприхотливый, но даже ее покоробили некоторые моменты. В частности, отсутствие бытовой техники, а конкретно холодильника. Элементарно нет возможности взять с собой перекус в столовой. К слову о еде. Сейчас также с этим существует напряженка. Так как количество спортсменов увеличивается, то элементарно те, кто приходит на завтрак поздно, могут попросту его не получить. Съедается все подчистую. Несмотря на все специфические моменты, Владлена Бобровникова призналась, что она, да и многие спортсмены, уже за счастье считают просто быть в Олимпийской деревне и иметь возможность проявить себя на одном из главных стартов своей жизни. Вот и мы не будем обращать лишнее внимание на организационные моменты, а пожелаем нашим атлетам успехов!